Радио Крым Реалии 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 с одесской жемчужиной. Он сначала остался в Крыму, играл в ТСК Таврия. Нет, он сначала уехал себе на родину в Одессу, потом перешел в ТСК и сейчас уже обратно вернулся. Самое интересное, что когда я ему сказал, что, говорю, ты там ни денег не заработаешь, репутацию потеряешь, он мне удалил из друзей в Facebook. Ну, так бывает. Да. О том, что происходит в Крыму и о том, что происходит на материковой части Украины с крымским футболом, а впереди события. В Херсоне готовятся к открытию Кубка Федерации Футбола Автономной Республики Крым-2018. Вот об этом все мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами. Крым в центре внимания. Вперед в Бальку! Вперед в Горь! Мы за тебя стоим, Горой! Футбольная перезагрузка. В Херсоне готовятся к открытию Кубка Федерации Футбола Автономной Республики Крым-2018. Мероприятие состоится 12 марта. Среди команд участников и Симферопольская Таврия. Об этом журналистам Крым-реалии сообщил гендиректор футбольного клуба Алексей Кручер. До российской аннексии Крыма Таврия играла в украинской премьер-лиге. В 1992 году она стала первым чемпионом независимой Украины. В 2014 году клуб прекратил свое существование. Вернуться в игру и возродить свою деятельность Таврия смогла только через два года. В августе 2016 на материковой части Украины возобновила работу Федерации Футбола Крыма. Начинал клуб с участия в чемпионате среди любителей. А в июне 2017 Таврия дебютировала в украинской второй лиге. Главный тренер клуба Сергей Шевченко тогда рассказывал, команда очень старается оправдать надежды Федерации Футбола Крыма. Однако, отмечал, Таврия нуждается в спонсоре. Крымцы и Украина. И как раз опять этот турнир, но уже создание Федерации Крымской. Это был сбор Береславии. От этого все толкнулись. Сказали, сможем. Мы сказали, мы очень сильно постараемся. Но я знаю, что этого очень многие хотят. Чтобы мы вышли выше влево. Ну, понятно. 20 миллионов надо, да? После переезда на материк Таврию поддержал Международный профессиональный союз. УФА выделила 2 миллиона евро на развитие крымского футбола. При этом 1 миллион уйдет на полуостров. Там после аннексии Крыма создали свой клуб ТСК Таврия. Вторая часть суммы направлена на создание большого стадиона для возрожденной команды в Береславе. Крым в центре внимания. Продолжаем эфир. Напомню, что говорим мы о крымском футболе. Если вам есть что сказать, вы можете дозвониться в нашу студию по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на крымском полуострове, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905. Я напоминаю, что в нашей студии гость Олег Комуняр, вице-президент Федерации футбола Крыма. Олег, давайте начнем наш разговор как раз таки с Кубка Федерации футбола Автономной Республики Крым 2018. Наконец-то начнутся эти мероприятия, которые пришлось перенести из-за погодных условий. Насколько я знаю, расскажите об этом. Расскажите об этом Кубке. Какие команды будут принимать участие? Смотрите, что касается Кубка, да, действительно, был немножко отложен на две недели аж из-за трудных погодных условий. Просто замерзло поле. Ну и, в принципе, играть на таком покрытии было очень опасно. Травматично и опасно. Поэтому, ну, если кратко о Кубке, то этот Кубок несет в себе две идеи. Это идеологическое. То есть то, что мы на территории Макатериковой Украины пока что проводим турнир, такой как открытый Кубок Федерации футбола Крыма. Вторая его цель — это дать возможность командам подготовиться к старту весенней части своих чемпионатов. То есть такие команды, как Таврия, Новая Каховка, Энергия, Новая Каховка и Мир Горностаевка могут провести там ряд контрольных встреч на этом турнире. Ну и, возможно, даже побороться за призовые места. Ну вот аннексия Крыма, она очень сильно ударила по футболу, по футбольным клубам. Если говорить о возрожденном здесь на материковой части клубе Таврия, до аннексии Крыма Таврия играла в премьер-лиге, сейчас во второй лиге. Какое положение сейчас в турнирной таблице занимает клуб? Каковы шансы выхода выше на уровень? Да, ну клуб сейчас занимает шестое место в таблице. Есть шансы, конечно, побороться и за призовые места в своей группе. Если хорошо отыграем, скажем, третий круг. Но надо быть реалистами. Мы, конечно, будем стараться попасть в первую лигу по результатам этого сезона, но будем реалистами, что может это и не получится. Тогда нам надо в любом случае усиливаться на следующий сезон, решать финансовые проблемы, которые есть у клуба. И, собственно, уже по результату следующего сезона пробовать выйти в первую лигу. Первая лига – это уже совсем другой уровень, другая маркетинговая привлекательность клуба и тому подобное. Так что надо, конечно, доостремиться. Футболисты. Что с футболистами? Много ли крымских футболистов играет в Таврии? Что с молодежью, которая хотела бы выехать на материк, учитывая ту сложность, те сложности, которые испытывают сегодня футболисты в Крыму? Мы об этом еще поговорим, о том, что там происходит. Да, что с футболистами? Ну, сейчас с Крымом связан только наш капитан Максим Логвиненко. Он был, награл в молодежном в Таврии Ю-21 еще при, до аннексии Крыма. Сейчас, к сожалению, такая ситуация складывается, что мы, конечно, готовы и нам надо брать. Хочется иметь в составе футболистов с Крыма, но тут возникают два момента. То есть, либо футболисты, которые умеют играть в футбол или играли когда-то, они имеют такую, скажем так, грубо говоря, ватную позицию, мы не можем себе позволить взять такого игрока, который имеет пророссийские взгляды. С другой стороны, молодежь, которая сейчас в Крыму и хочет, и обращается к нам, мы не можем взять состав, потому что они имеют откровенно слабый уровень игры, ну, тренер не может себе позволить взять, потому что перед ним стоят результаты, спортивные цели. Буквально вчера разговаривал с Сергеем Владимировичем, рано еще, конечно, об этом говорить. С Куницыным Сергеем, да? Говорить о деталях, но есть у нас, про то, что я говорил ранее, есть, может, в ближайшее время немножко сдвинуться с мертвого места процесс создания академии футбольной, куда мы можем с раннего возраста уже сможем брать крымчан, детей, подростков и, собственно, обучать их футболу. Но будем надеяться, что дело сдвинется все-таки с мертвой точки. Ну, вот говоря о тех футболистах, которые остались в Крыму, вы приводили в самом начале нашей беседы пример Олега Гуменюка, да, правильно? Не то, что остались. Они сознательно с материков Украины их туда заманили какими-то обещаниями и туда поехали. Насколько характерна является вот история господина Гуменюка и какова судьба тех, кто сейчас играет в футбол в Крыму, пытается играть на профессиональном уровне? Ну, в Крыму нету, это означает с того, что профессиональный уровень футбола, это, скажем так, аматорский чемпионат и он имеет аматорский статус в УИФА. Ну, судьба такая, кто ехал туда за обещаниями, те уже возвращаясь поняли, что там дно, что там, наверное, единственный клуб, где более-менее, как мне говорят, платят какие-то деньги, это Крым-Теплица. Многие, кто там, знаете, как футболисты, пенсионеры, которые туда хотели уехать и продолжат карьеру, даже на стаканы из случая наступают, то есть, там, скажем так, болото. И вырваться оттуда перспектив даже для молодого футболиста особо нету, потому что там тебя никто не заметит и ты там будешь играть для 50 человек на стадионе и тебя даже на улице не узнают, не то что какие-то агенты или скауты других клубов. Напоминаю, что у нас в студии Олег Камуняр и к нашему разговору подключается Олег Щербаков, украинский спортивный журналист издания Трибуна Юэй. Олег, здравствуйте. Итак, следите ли вы за крымским футболом, за тем, что происходит на крымском полуострове, как там сейчас развиваются события, особенно после того, как исполком РФС был вынужден исключить крымские футбольные клубы из российского чемпионата. Добрый день. Ну, конечно, слежу, но не скажу, что есть исключительно такие моменты, как последние веком. Снова проверил, посмотрел, где он играл. Если честно, потерялся, кто у них там, какие из этих турниров, проводимых под эгидой Крымского футбольного союза, выигрывал периодически в том, что у них традиционно проблемы с финансированием и у Севастопольского клуба, и у других клубов единственный более-менее живой, стабильно живой клуб, это Крым-Теплица. Ну, а так, ну, исключительно всей этой составляющей и следим за ним. А футбольной ценности этот турнир, конечно, никакой. Ну, вот у нас не очень сейчас связь, но давайте попробуем поговорить дальше. По вашему мнению, возможно ли какое-то развитие футбола вот в том регионе, каким сейчас является Крым, когда даже для спортивных организаций Крымский полуостров является токсичным? Может ли здесь, например, вытащить ситуацию, внимание и поддержка УЕФА, которая, несмотря на оккупированный статус полуострова, все-таки пытается там каким-то образом поддерживать футбол? Ну, нужно понимать, что УЕФА его поддерживает просто потому, что УЕФА заявляет о своей позиции, что футбол должен быть везде. Неважно, какой статус этой территории. Это исключительно поддержка, чтобы футбол не умер в связи с целой кучей, ну, в связи со всеми этими событиями, сложностями, проводить там более-менее нормальные цивилизованные турниры. Ну, ни о каком развитии речи быть не может, потому что ну, изолирован турнир. Никто туда, никто из серьезных футболистов играть туда не поедет. Все, что мы слышали за последний год, это исключительно, ну, я, например, помню, из футболистов, которые туда переехали, это ребята, которые были, которых обвиняли в договорняках из металлиста, кажется. А еще о каком-то серьезном. Ну, это любительский уровень чемпионата, он таки не будет. И если учесть, что уже прошел не месяц, не полгода и не год, а он все таки не остается, то ни о каком развитии речи быть не может. Ну, давайте от любительского уровня перейдем к футболу уровня мирового, поговорим о чемпионате мира 2018, который принимает Россия. Что об этом уже можно сказать, но, во-первых, это очень четкий контраст, который показывает вообще разницу между Крымом и соседней Россией, во-первых, когда в России будет играть футбол мирового уровня, Крыму остается удовольствоваться только любительским уровнем. Это, во-первых, а во-вторых, по вашему мнению, будут ли украинцы следить за событиями чемпионата мира в России, как вообще Украина к этому относится, как украинцы относятся к тому чемпионату мира, который пройдет в России, есть ли к нему внимание? Ох, ну это, внимание, конечно, есть, ну, и, конечно же, все его будут смотреть, ну, не могу сказать, что все, но много, и шутбол будет смотреть и следить за этими матчами, и я буду следить, и думаю, что, ну, невозможно проигнорировать форум такого масштаба. Другое дело, что нам здесь, нам нужно фильтровать все то, что там будет происходить, потому что мы понимаем, что, насколько серьезно будут преувеличивать его значимость в той же России, и... Да, насколько политическим может стать это событие? Ну, оно, любое событие такого масштаба, это серьезное, в том числе, и политическое событие. Ну, конечно, может, и, конечно, станет. Мы можем даже на примере последней, последней олимпиады посмотреть олимпиады Южной Кореи, видеть, какой прорыв уже между Южной и Северной Кореей. Там, два таких события произошло, и это уже абсолютно не спортивных, а я имею в виду присутствие там представителей, присутствие сестры президента Северной Кореи в Южной Корее. Понимаете, то есть, вроде бы, речь о спортивном событии, но одно из топ-событий, обрамляющих это спортивное событие, было абсолютно политическим. Поэтому, конечно, во время чемпионата мира по футболу могут быть и какие-то такие вещи. Спасибо вам. Напоминаю, что с нами на связи был Олег Чербаков, украинский спортивный журналист издания Трибуна Юэй. Возвращаемся к разговору с гостем нашей студии, Олегом Комуняром, вице-президентом Федерации футбола Крыма. Итак, Олег, относительно того, что сейчас происходит в Крыму, вот мы послушали мнение Олега Щербакова о том уровне футбола, который сейчас в Крыму. По вашим мнениям, вы же общаетесь, да, с теми футбольными фанатами, возможно, которые остались в Крыму. Как вообще изменился крымский футбол? Что происходит на матчах? Приходят ли на матчи в Крыму люди? Нет, люди туда, ну, не то, что совсем не приходят. Посещаемость матча упала в сотни раз, потому что, если там средние, там даже в плохие времена последние Таврия, когда Таврия была под санкциями, то есть на футбол собиралось 3-4 тысячи людей, то есть сейчас... В Севастополе до 6 тысяч, да, насколько я знаю? В Севастополе, да, при том, что у них всего стадион что-то там вмещал около 7, он всегда был забитый, то есть там большинство мест всегда были в начале сезона уже раскуплены по абонементам, а билеты в свободной продаже их было очень тяжело достать. Сейчас в Севастополе побольше, как говоришь, ну, и по статистике дает, чем Симферополя посещение, но все равно это на уровне там 100-200 человек, что как бы вообще несерьезно, то есть футбол в Крыму может еще даже на фоне всех проблем происходящих в Крыму стал людям неинтересен, ну и тем более такой чемпионат, как согласен Щербаковым, что это любительский чемпионат несерьезного уровня. Ну, все-таки периодически, да, делаются заявления о том, что не так все плохо в крымском футболе и так далее, а зачем его продолжают тянуть, если заинтересованность действительно в развитии этого вида спорта у тех, кто сейчас фактически контролирует Крымский полуостров. Ну, вот Вадим Колесниченко, да, председатель футбольного союза, если я не ошибаюсь. Витоха. А Витоха, да, Колесниченко его заместитель. Да, ну, как и все в Крыму, это имитация благополучия, что у нас все есть, мы ничего не потеряли, скажем так, импортозамещение, грубо говоря. То есть, это имитация благополучия, может, кто-то на этом какие-то деньги зарабатывает так, чтобы кто-то был там серьезно заинтересован в развитии или мог это как-то серьезно развить. То есть, заявлять можно, они же заявляют много чего вообще в целом в целом и в Крыму. То есть, также эти заявления остаются только заявлениями. То есть, реально даже, если бы они там были не... то есть, реально у них даже нету каких-то способов повлиять на ситуацию. Что там с материальной базой? Мы понимаем, что, да, сейчас есть проблемы, да, с поиском спонсора для крымского футбола и на материковой части Украины, и у того, что там осталось на крымском полуострове. Но что с материальной базой, которая осталась в Крыму? Что с тренировочными базами? Что со стадионами непосредственно? Есть ли у вас информация? База Таврии, которая находилась в собственности Таврии, она поросла травой по пояс. Что касается базы Скиф, там как-то поменялся с помощью каких-то схем вроде собственник, там вроде какие-то тренировки проходят. Так что, так сказать, что там какая-то инфраструктура, то есть, все работают на отжатое или как какими-то образами заполученное украинское спортивной инфраструктуре. Да, они там начали сейчас реконструировать стадион Локомотив, косметический ремонт, который сейчас не Локомотив, но посмотрим, чем это закончится, закончат они реконструкция или нет. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на Крымском полуострове, звоните нам на этот номер, звонки бесплатные 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 29 05. Также напомню, что мы ведем прямые трансляции в сети Facebook и на YouTube, на сайте Крымреалии. Присоединяйтесь, можете комментировать. Мы зачитаем обязательно все конструктивные комментарии в нашем эфире. Продолжим эфир через несколько секунд. Продолжаем эфир, продолжаем разговор с вице-президентом Федерации футбола Крыма Олегом Комуняром и поговорим о том, что происходит на материке уже более подробно. В этом году Таври исполняется 60 лет. Будет ли как-то это отмечаться? Будут ли какие-то мероприятия приурочены к этому юбилею? На масштабные мероприятия нужны хорошие бюджеты, которых мы не имеем. Мы лучше эти бюджеты вложим непосредственно говоря в команду. Но из таких, что в ближайшее время мы планируем, у нас будет новая юбилейная форма, в которой команда надеюсь успеет уже сыграть первый матч 31 марта. фирма, которая будет изготавливать успеет. Все эти футболки можно будет приобрести в нашем онлайн-магазине фанатском. Ну, собственно, пока план мероприятия такой еще, конечно, подумаем. Вчера на этот счет с Сергеем Куницыным разговаривал. Ну, что касается, конечно же, может, будет какие-то матчи, на которые приедут большее количество болельщиков из Крыма и проживающих на материковой части Украины, чтобы поддержать команду и, так скажем, отметить 60-летний юбилей, потому что это действительно серьезная дата, несмотря на то, что у нас сейчас не самые лучшие времена для команды, но команда, слава богу, живет. К материальной базе, да, давайте тоже вернемся. Сейчас, насколько я знаю, клуб базируется в Береславе. Что там, какой там стадион, хватает ли всего, да, необходимого для проведения тренировок, для совершенствования игроков? Да, собственно, стадион, он был осенью реконструирован, мы начинали чемпионат второй лиги играть в новой Каховке на стадионе «Энергия». Сейчас вернулись в Береслав с помощью местных меценатов и береславского города Береслава. мы смогли реконструировать в стадион, то есть выполнить минимальные требования, чтобы на нем можно было играть матчи второй лиги. То есть немножко отреставрировали раздевалки, на трибуны поставили пластиковые кресла и сейчас стадион около 700 человек вмещает. Ну, собственно, пока этого стадиона хватает ровно на город Береслав. Ну, что радует, что береславская публика ходит на футбол, у нас почти всегда полный стадион, приезжают люди с Крыма, приезжают люди с материковой Украины. Тут, конечно, в этом плане у команды с поддержкой проблем вообще нету, в отличие там, к сожалению, от некоторых клубов переселенцев, которые даже сейчас в премьер-лиге играют. То есть правильно ли я понимаю, что сейчас, придя на матч Таврии, можно увидеть больше болельщиков, чем на тех стадионах, на которые привыкли ходить крымчане, которые были раньше заполнены? Ну, в смысле, больше, чем сейчас в Крыму, но меньше, чем когда-то в Крыму, скажем так. Ну, конечно, если там брать матч, то есть если на Таврии в Береславе приходят 700 человек, и у нас, по-моему, рекорд был с металлистом, матч около больше тысячи, то в Крыму на этот фейк ТСК приходит 100 человек, но разница очевидна. Да, разница ощутимая. Причем, что мы играем, но не в самом удобном месте, скажем так, для доступа для болельщиков с Крымом, потому что от Херсона еще 80 километров ехать, вот в конце, да, хотелось бы поговорить, конечно, о политике, вне которой футбол, но почему-то всегда, когда мы говорим о футболе, мы так или иначе затрагиваем политические темы, важные темы. Такого не бывает все в политике. Для крымского полуострова важные темы. Периодически я вижу, что вы выпускаете футболки с номерами, с фамилиями крымских политзаключенных. Вот одной из последних была футболка Владимира Буалуха. Насколько важна сейчас вот поддержка тех, кто находится в Крыму, тех, кто говорит о том, что Крым, это Украина, и тех, кого за это преследуют. У нас буквально минута осталась. Да, безусловно, что надо поддерживать людей, тем более это делать публично, как-то мы можем, ну, от Аврия, поскольку это публичное лицо, и фанаты ее привлекают в себе очень много интереса со стороны разных СМИ и прочих организаций, то, конечно, было принято решение поддерживать политзаключенных, говорить о них, потому что только так мы можем добиться того, чтобы каким-то образом их освободить, то есть включение их в списки для обмена или какими-то другими путями, потому мы всегда поддерживаем наших политзаключенных, и, естественно, будем это делать всегда, потому что это наше все общее дело и, скажем так, дело чести, что нам повезло, что мы сейчас тут, а они, к сожалению, в заключении. Спасибо вам. Напоминаю, что в нашей студии был Олег Камуняр, вице-президент Федерации футбола Крыма. Следите за событиями Кубка Федерации футбола Автономной Республики Крым-2018 на сайте Крым Реалии, либо можете прийти на матчи, я думаю, что будет интересно. Это радио Крым Реалии, Сергей Макрушин был сегодня у микрофона, в гостях у нас был Олег Камуняр. Всего доброго. Спасибо.